Дым и пламя В Рязани стартовала патриотическая акция Георгиевская ленточка Действительно ли помним? Корреспонденты побывали на улице Прославленной летчице Антонины Леонтьевны Зубковой И посмотрели, насколько украшена эта улица В канун юбилея Победы Подвиг ликвидаторов Чернобыльской аварии Сегодня открыли мемориальную табличку В честь вертолетчика Николая Сергеевича Попова Ну а теперь во всем подробнее Сегодня во всей стране начинается Патриотическая акция Георгиевская ленточка За прошедшие 10 лет, когда впервые На улицах городов молодые активисты Стали раздавать оранжево-черные ленты Прохожим Георгиевская ленточка стала народным символом победы В Великой Отечественной войне Традиционное толкование цветов Георгиевской ленты Таково, черный это дым, а оранжевый пламя В Царской России награда в честь Цветов Георгия Победоносца была учреждена Для поощрения верности и храбрости В советский же период лента стала называться Гвардейской и использовалась на высших Военных наградах, таких как Медаль за победу над Германией и Орден Славы В этом году акция по раздаче Георгиевских лент Пройдет с большим размахом Участие в ней примут 85 регионов России И более 70 стран А вот в Рязани состоялся митинг на Скорбященском мемориале В Рязани проходит Патриотическая акция Георгиевская ленточка Которая объединяет миллионы людей Не только в нашей стране, но и за рубежом Впервые она появилась весной 2005 года на улицах российских городов Акция объединила людей Разного возраста и социальных групп Я предлагаю вам, ребята, быть внимательными Именно действительно, как сказали Здесь враг Ижок поднимает голову Мы должны беречь Мы должны активно защищать нашу Родину Любите Родину И защищайте ее Защищайте так Как защищайте ее сегодня Завтра Всегда А день победы Сохраним на века Акция родилась стихийно Выросла из интернет-проекта Наша Победа На котором в течение года Публиковались народные истории о том Как ту или иную семью Коснулась Великая Отечественная война О фронтовиках, партизанах Тружениках тыла О фронтовых романах И неизвестных подвигах Главной целью акции Стало стремление во что бы то ни стало Не дать забыть новым поколениям Кто и какой ценой выиграл Самую страшную войну прошлого века Чьими наследниками мы остаемся Чем и кем должны гордиться О ком помнить В Рязани на Скорбячинском мемориальном комплекте Прошел митинг Участниками стали представители Общественных организаций Школьники, студенты, спортсмены Официальный старт Это такой праздничный митинг Который говорит о том Что акция Георгиевская ленточка стартовала Она сегодня по всей России стартует Именно поэтому она является знаковой Потому что молодежь и в принципе Вся страна сегодня понимает Что официальная такая подготовка К 9 мая, к 70-летию победы Отношу его не только ближе к Дню Победы А большую часть всего времени она на сумке висит Для меня это как бы всегда уже память И хвала тем героям Которые клали свои головы, жизни И дали жизнь всем нам, всему миру Георгиевская ленточка является репликой Традиционной георгиевской ленты Ее черно-оранжевые цвета стали символом Военной доблести и славы России Раздача лент на городских площадях Будет проводиться вплоть до Дня Победы Кстати, рязанские школьники Весьма активно участвуют в мероприятиях Посвященных празднованию Дня Победы Накануне в Горьковской библиотеке Подвели итоги конкурса школьных сочинений Ребята читали свои написанные работы Пришедшим ветеранам Великой Отечественной войны Участники круглого стола Собрались в Рязанской областной универсальной научной библиотеке Имени Горького В зале, где выставлены уникальные книги Времен Великой Отечественной войны И эта экспозиция помогла собравшимся Почувствовать атмосферу тех лет Авторы трех лучших сочинений Анна Орешина, Алишер Зайниев Ирина Иванова Зачитали отрывки своих работ Все ребята вспомнили в сочинениях своих родственников Участников Великой Отечественной войны Истории жизни простых граждан России Тесно вплелись в канву событий Великой Отечественной войны Была война для нашей страны Может быть через много лет Люди почти не будут вспоминать об этой войне Но как можно забыть тот ужас Который пережили наши близкие Мой прадедушка Участник войны Будучи молодым Он испытал все ужасы Великой Отечественной Было видно, как сегодняшние школьники Благодаря сохраненной памяти о родных Глубоко воспринимают боль и надежды Миллионов неизвестных им поименно Участников Великой Отечественной И это сопереживание Рождало искреннее преклонение Перед подвигами солдат Завоевавших 70 лет назад Победу И мирное небо над головой Для всех последующих поколений Годы идут И есть опасность Что новые поколения забудут О том подвиге, который был совершен Поэтому в нашей школе Мы вообще уделяем очень большое внимание Именно патриотическому воспитанию Участники Великой Отечественной войны Полковники милиции в отставке Александр Сергеевич Тарасов И Валентин Михайлович Чембулаткин Высоко оценили работы школьников Ветераны рассказали собравшимся О своем боевом пути на фронте Службе в органах внутренних дел И дали молодому поколению наказ Хорошо учиться, обноважать старших И по первому зову Быть готовыми защитить свою родину В завершении встречи Воспитанники школы-интерната Номер один города Рязани Прочли собравшимся стихи Исполнили песни военных лет И вручили подарок Подготовленный собственными руками Почетным гостям На фронтах Великой Отечественной войны Воевало около 300 тысяч рязанцев Из которых лишь половина вернулась домой Среди воевавших более сотни человек Стали героями Советского Союза А около 60 фронтовиков Стали полными кавалерами Ордена Славы Множество улиц города Рязани Названы именами героев Великой Отечественной войны Одна из таких улиц расположена в микрорайоне Дашково-Песочное И носит имя прославленной летчицы Антонины Леонтьевны Зубковой Но к сожалению, несмотря на то, что улицы хоть и названы В честь легенды мировой авиации Но не все, в том числе и местные жители Могут вспомнить боевые заслуги знаменитой землячки Сегодня наша съемочная группа побывала на улице Зубковой Чтобы посмотреть, насколько она благоустроена И украшена в преддверии 70-летнего юбилея Победы Невысокая миниатюрная девчонка Со светлыми волосами и задорными серыми глазами Так друзья и сослуживцы описывали Тоню Зубкову Они же ее называли ласково Зубок Кому сегодня известно о селе Симеон в Кораблинском районе? А ведь именно в этом местечке 12 октября 1920 года В крестьянской семье родилась героиня Великой Отечественной войны Знаменитая летчица, штурман-бомбардировщика Антонина Зубкова Окончив среднюю школу, Антонина в 1938 году стала студентом Механико-математического факультета Московского университета Курс Зубкова считается летным И его выбор по праву можно назвать судьбоносным для девушки Училась на механико-математическом факультете Который и по сей день считается самым сложным и неженским факультетом Спустя три года, летом 1941 года, с началом войны Она оставила университет Надо сказать, что девушке попасть в армию было непросто Надо было большую настойчивость проявить Воевала в 125-м гвардейском полку На самых, что ни на есть, мужских бомбардировщиках П-2 Уроженка Кораблинского района В честь нее на родной земле названа улица и школа в Рязани же В честь нее назвали большую-большую улицу в спальном районе И проживают на ней десятки тысяч людей, между прочим Но знают ли сами рязанцы на улице имени кого они живут? Скажите, пожалуйста, вы знаете, кто такая Зубкова? По-моему, участница в Великой Айдейской Войны Вы живете на улице Зубковой? Да Вы знаете, кто такая Зубкова? Да, летчица По-моему, что-то в связи с войной Вы знаете, кто такая Зубкова? Зубкова – летчица Зубкова не знаю Знаете? Знаете, кто такая Зубкова? По-честному нет Можно сказать 7 из 10 и знать не знают, что в графе их прописки указано имя Героя Советского Союза. Обратите внимание, отвечали далеко не школьники, а именно взрослые люди. Да и сама улица, если уж сказать по правде, никаких опознавательных знаков не имеет. Ни памятника, ни мемориальной доски, никаких упоминаний о том, чье имя она носит. Но это для незнающих оправданием не является. Да и на саму улицу без слез не взглянешь. Разбитая дорога, ни козистые магазинчики, ни к лету, ни тем более к 9 мая городские службы улицу не подготовили. За годы войны за плечами Антонины Зубковой остались 68 успешных боевых вылетов. Штурман взорвала три склада с боеприпасами врага, сбросила более 50 тонн бомб на фашистские укрепления. 20 раз Зубкова водила в бой звено самолетов. 25 раз водила девятку и два раза колонну из 54 самолетов. За беспримерное мужество, героизм, отличное выполнение поставленных задач 18 августа 45-го Антонина получила звание Героя Советского Союза. Кроме того, Зубкова награждена орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды и множеством медалей. Все вылеты Антонина Зубкова фиксировала в своем дневнике. Вот такая запись, очень много рассказывающая о внутреннем мире летчице, появилась после первого боевого вылета Зубковой. «Прости меня, милая моя земля. Я буду бросать бомбу на тебя, но это нужно для нас обоих. Пусть только сгинут жестокие пришельцы с твоих дорог. Презираю тех, кто бережет себя для хорошей жизни, забывая, что право на это надо завоевать». Вот так фраза нам в назидание Антонина Леонтьевна Зубкова, легенда мировой авиации. Для потомков ее жизнь навсегда останется образцом смелости и мужества, а имя – символом Великой Победы. Сегодня увековечили имя другого рязанского летчика и из другого времени. В честь вертолетчика-ликвидатора аварии на Чернобыльской атомной станции Николая Сергеевича Попова на фасаде 50-й школы установили мемориальную табличку. Поговорить со школьниками и напомнить им об очередной годовщине крупнейшей техногенной катастрофы пришли сами ликвидаторы. С момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции прошло уже почти 29 лет. С каждым годом ликвидаторов этой катастрофы становится все меньше. В 2013 году ушел из жизни рязанский летчик-ликвидатор Николай Сергеевич Попов. Именно ему сегодня открывалась мемориальная доска на фасаде школы номер 50. Он одним из первых прибыл на место катастрофы. Его подвигом гордится не только родная школа, но и вся страна. Мы считаем, что ученики школы об этом должны знать. Должны знать о своих, ну практически можно сказать, обноклассниках. Те, кто эту школу заканчивал, те, кто эту школу делал школой, те, кто отдал свою жизнь за родину. Тем более в рамках 70-летия Великой Победы это все очень важно для наших детей. Николай Попов всю жизнь мечтал стать летчиком. В детстве и юности занимался в клубе авиамоделирования, собирал макеты самолетов, участвовал в соревнованиях по авиамодельному спорту. По словам педагогов, учился, будучи герой ликвидатора аварии, всегда хорошо. Однако после окончания школы поступить в летное училище получилось не сразу. Не прошел медицинскую комиссию. Некоторое время обучался в Уфимском авиационном институте. Параллельно в структурах ДОСАФа пилотировал вертолет К-26. В апреле 86-го года он также оказался за штурвалом. Он любил, уважал своих родителей, уважал учителей. Рос скромным мальчиком. Наверное, вот то, что я буду говорить, какой ты добрый был у нас. Действительно добрый, чуткий, толковый, тактичный. Он никогда никого не уходил. Чернобыльская катастрофа сломала множество судеб и оставила свой радиоактивный след на страницах истории нашей страны. Очень важно, чтобы подвиг ликвидаторов Чернобыльской аварии не остался забытым. И сегодня есть еще одна памятная дата, которую сейчас отмечают лишь немногие. 22 апреля 1870 года в Симбирске родился основатель Российской социал-демократической рабочей партии и первый в мировой истории социалистического государства Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Оценки, конечно же, исторической роли Ленина сейчас отличаются крайней полярностью. Но сегодня мы решили спросить у самих рязанцев, каковы их отношения к вождю мирового пролетариата. Видите, вот сегодня 22 апреля, у кого сегодня день рождения? У Ленина Владимира Владимировича Ленина. А как считаете, вот его идеи ленинизма, они живы в наше время? Очень. А вы что, не верите в коммунизм? А в Мавзоле были когда-нибудь? Конечно, в детстве, в советское время все были. А скажите, пожалуйста, вы знаете, какой сегодня праздник? У кого сегодня день рождения? Какой сегодня праздник? 22 апреля сегодня. У кого сегодня день рождения? А это Ленина, Владимир Владимирович Ленин. А как считаете, его идеи все еще живы? Наверное, были. Сейчас, наверное, вряд ли. Сейчас жизнь другая. Совсем. А вы в школе про Ленина не проходили? Мы в школе не учимся. Нет? А где вы учитесь? В колледже. То есть вы реально не знаете, кто такой Ленин? Нет, Ленин-то знаем, кто такой. Просто не знаете, что у него сегодня рождение? Нет, я не знал. А кто такой Ленин? Вождь СССР. А кто такой Ленин? Ну, как сказать, вожак наш русский. Ну, не знаю, как сказать, вот честно. А как считаете, он внес большой вклад? Большой вклад внес. А кто такой Ленин? Кто такой Ленин? Вождь революции. А как считаете, он много сделал для нашей жизни? Смотря чего, для нашей жизни уже сейчас влияние мы чувствуем. Положительно и отрицательно? Я считаю, что и положительно и отрицательно. Не особо в курсе. А кто такой Ленин, знаешь? Да, знаю, вот этот вот дяденька. Да, кстати, забыл. У него сегодня день рождения. Я бы его поздравил, но уже, наверное, не актуально. Несколько лет. Понятно. А вообще, кто такой Ленин? Ленин, вождь мирового... Почему сейчас в школе? Вождь советского пролетариата. Ну и таким выдался этот день в обзоре авторов нашей программы «Время говорить». Далее в эфире программа подробностей. Гостем станет директор Рязанской областной филармонии Галина Соколова. И в беседе речь пойдет о работе со зрителями. Ведь накануне стартовала очередная ярмарка абонементов. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии. В том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова